здравствуйте дорогие друзья с вами мастер фиде роман ежов недавно буквально на днях стартовала всемирная шахматная олимпиада первые два дня я ничего не комментировал так как играли игроки совершенно разного уровня и вот сейчас на третий день перед передо мной предстал достаточно интересная партия которая хочу вам показать играла вторая команда сборной грузии против сборной россии и владимир крамник свою партию достаточно элегантно провел очень красиво показал действительно высший пилотаж в атаке и хочу с вами поделиться этой партии так владимир крамник играет черными бороться и ракли играет белыми перед нами теоретическая позиция версия 2 слон d6 b3 достаточно популярны черные ставят ферзя на е7 здесь у белых есть выбор куда поставить слона некоторые ставят на d3 некоторые на е2 белые решили поставить слона на d3 черные играют ладья е8 черные потихоньку готовят свой главный план это прорыв е5 и белый здесь совершают неточность играют конь е2 я рассмотрел некоторые другие ходы какие можно было еще по-другому сыграть например ладья d1 поставить ладью на активную позицию черные должны проводить свой план е5 тогда съедаем конь е5 съедаем теперь пешку на d5 надо ее тоже съедать и здесь появляется удар конь д5 нельзя съедать конь d5 из-за хода слона h7 потом мы съедаем коня поэтому черные играют конь d3 белые съедают ладью висит по-прежнему ферзь поэтому надо съедать коня ладья d5 у белых лишняя пешка но у черных два слона и плюс они играют слон b4 на что лучше всего отойти король f1 и у черных здесь есть компенсация за отсутствие пешки можно посмотреть другой более спокойный вариант ладья c1 черные пойдут е5 все равно надо меняться конь е5 слон е5 теперь съедаем пешку на d5 и чтобы не было входа d4 мы играем конь е2 немножко прикрывая своего короля и размениваем чернопольных слонов позиция абсолютно равная в партии же было сыграно конь е2 черные сразу е5 двигают происходит размен фигур и белый делают рокировку на что владимир крамник очень четко реагирует то есть он заметил что после рокировки слабый пункт h2 и сразу на него нацеливают играет конь g4 угроза мата я посмотрел несколько ходов то есть белые на мой взгляд совершили не самый лучший ход но и другие ничего белым не приносили если например съесть пешку король просто отходит наш 8 угроза мата сохраняется надо защищаться тогда же 6 закрываем слона типовой прием приходится отдавать своего слона и после ладья g8 у черных все-таки позиция получше у них лишняя фигура пускай за три пешки но очень большие трудности у белок на королевском фланге и непонятно как эти три пешки реализовывать также рассмотрел сразу вот конь g3 но здесь владимир крамник подготовил явно от h5 угроза продвинуть пешку на h4 прогнать коней поставить мат поэтому надо самим играть h3 нападать на коня все равно h4 происходит размен съедаем на d5 тогда черный съедает наши 4 съедаем на c6 и тогда ладья а на c8 у черных значительно лучше позиция идея простая съесть пешку на c6 ладьей и перекинуть ее на 6 и при случае еще и ферзя сюда перекинуть и защиты здесь от мата ну может быть и есть но позиция вся разваливается все равно белые здесь должны проиграть давайте посмотрим как было в партии в партии белые сыграли конь f4 черные сыграли g5 сразу остро атакуя этого коня можно было еще сделать удар по центру d4 вполне возможно белые должны нападать на коня тогда съедаем на е3 шах король отходит белый съедает коня черные тоже слон возвращается на f5 и у черных здесь сильная проходная пешка е2 напали на ладью теперь происходит размен но и здесь у черных явно лучше позиция очень сильная пешка на е2 белым надо с ней считаться ну давайте посмотрим как владимир карамник сыграл он тоже сыграл очень здорово g5 это сильный ход белый играет h3 съели белые съедая ферзь f4 происходит размен ладья е1 но надо понимать что слон h7 ничего не дает будет король g7 и ладья h8 это только на руку черным взятие этой пешки открывается линия h белый играет ладья е1 и черные h5 двигают пешку вперед хотят h4 h3 и там поставят мат происходит размен ферзь c5 напали на пешку отдавать ее черный естественно не намеренно играет ладья е5 защищает ее и здесь есть еще одна достаточно простая идея почему-то берадзе ираклий ее видимо не увидела раз походил ферзь c3 на мой взгляд надо было как можно быстрее съедать эту ладью а на ферзь c3 крамник реализовал другую идею он повел ладью на g5 теперь ладья встала напротив короля всякие угрозы мата слон f3 слон h3 и теряется пешка на g2 поэтому белый быстрее ее защищает получает d4 пешка движется вперед ферзь c1 менять ферзей это только значит помочь белым упростить позицию поэтому черный отходит ферзем на f6 белый нападает на пешку пешка просто движется вперед брать ее естественно слоном нельзя последует слон f3 висит ладья висит пешка на g2 поэтому белый играет ферзь е3 черные защищают висит ладья на 1 надо отходить тогда d2 ферзь g3 делают связку иначе сейчас d1 ферзь будет а так сейчас сразу d1 ферзь поставить нельзя мы просто съедим и ладья g4 на взятие ферзь g4 шаг и теряется это ладья и у белых сохраняются какие-то еще шансы на ничью было сыгран ферзь 6 слон d3 и черные сыграли слон f5 позиция белых разваливается теряется много фигур то есть уже например на ладья е3 можно просто съесть этого слона и играть вот такую вот позицию с лишней фигурой с лишней проходной пешкой естественно черные здесь выиграют вот такая вот достаточно интересно на мой взгляд партия третьего тура будем следить дальше за ходом событий на олимпиаде если увижу интересной партии обязательно их прокомментирую на этом все до новых встреч всем пока